Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! И в этом выпуске. Найдена мертва. Вечером 14 июля сотрудники поисково-спасательной службы обнаружили тело пропавшей 6 дней назад жительницы Наринмара в лесу в окрестностях города. В настоящее время лечение от коронавируса получают 174 пациента, плюс 28 за сутки. 11 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено у жителей региона по результатам ПЦР-тестирования. 17 – методом иммуноферментного анализа. Что это за метод, расскажем сегодня. 10 днездовий для орлана-белохвоста, сапсана, кричета и других крупных птиц соорудили сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. У этих редких хищников достаточно большие и тяжелые гнезда, которые располагаются на большой высоте. В тундре высоких деревьев нет. Найдена мертва. Вечером 14 июля сотрудники поисково-спасательной службы обнаружили тело пропавшей 6 дней назад жительницы Наринмара в лесу в окрестностях города. 9 июля 2021 года в дежурную часть УМВД России по Ненецкому автономному округу поступило сообщение, что 8 июля жительница города Наринмар, 88 года рождения, ушла из дома и не вернулась. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по НАУ совместно с сотрудниками поисково-спасательной службы и добровольцами осуществляли весь перечень необходимых разыскных мероприятий, направленных на уточнение ее местоположения. В ходе поисковых мероприятий вечером 14 июля сотрудниками ПСС был обнаружен труп без вести пропавшей женщины. По результатам судмедэкспертизы будет определена причина смерти. Рассмотрение материала предварительной проверки по факту безвестного исчезновения гражданки будет осуществляться Наринмарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Ранее сообщалось, что пропавшая Наталья Мельникова ушла из дома, расположенного на улице Явтысова, в сторону леса в подавленном состоянии из-за личных неприятностей. Плюс 28 за сутки и 11 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено у жителей региона по результатам ПЦР-тестирования. 17 – методом иммуноферментного анализа. В настоящее время лечение от коронавируса получает 174 пациента. Из них 44 человека находятся в стационаре, 130 лечатся амбулаторно. Еще 524 человека, близко контактировавших с заболевшими, изолированы Роспотребнадзором и находятся на карантине. Плюс 25 за сутки проведено 136 ПЦР-тестов. Новые случаи заболевания COVID-19 в Ненецком округе выявляют не только по результатам ПЦР-исследований, когда у человека берутся мазки из носа и ротоглотки, но и методом иммуноферментного анализа. Материалом для тестирования служат сыворотковенозные крови. Этот метод дает максимально точный результат, так как позволяет определить не только наличие антител к коронавирусу, но и их титр, а также стадию течения болезни. Для выполнения исследований на наличие COVID-19 методом ИФА используется автоматизированный иммуноферментный анализатор. Обследование проводится в течение суток с момента госпитализации пациента с небольничной пневмонией. В сочетании с КТ-диагностикой ИФА позволяет быстро определить наличие изменений в легких и применить необходимую терапию. В субботу, 17 июля, с 8 до 11 часов, все желающие могут сдать ПЦР-тесты в порядке очереди без предварительной записи. Получить ответ можно в этот же день вечером с 20 до 21 часа. ПЦР-тестирование будет проходить в лечебно-диагностическом центре Ненецкой окружной больницы. Здесь будет работать процедурный кабинет, лаборатория и касса. Стоимость теста составит 1400 рублей. Пройти тестирование можно будет следующим образом. Нужно будет подойти в кассу, кабинет номер 313, произвести оплату, оформить документы и с направлением нужно будет пройти в процедурный кабинет для получения услуги. Ответы можно получить в этот же день с 8 до 9, также в здании лечебно-диагностического корпуса на первом этаже. Либо можно ответы получить на адрес электронной почты, указанный пациентом при заполнении документов. Напомню, в будние дни ПЦР-тестирование проводится ежедневно по предварительной записи во взрослой и детской поликлиниках. Записаться можно в регистраторе или через колл-центр. Ответ будет готов на следующий день. Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа продолжает принимать документы от кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Сергей Коткин подал документы в окружной избирком для получения статуса кандидата на выборы в депутаты Госдумы 8-го созыва по Ненецкому одномандатному избирательному округу номер 221. Для депутата Госдумы 7-го созыва это уже не первая подача документов на регистрацию. Сегодня я выдвинулся кандидатом на выборы в Государственную Думу 8-го созыва. Понятно, что уже не первое выдвижение, ничего отличительного я не заметил. Процедура практически та же самая. Прежде чем принять такое решение, безусловно, я много советовался с жителями округа, и с молодежью, и с ветеранами. Кроме того, мы провели предварительное голосование, так называемый праймерис, не русское слово. Почему? Потому что для меня было важно, на самом деле, понять, прежде чем выдвигаться, как жители округа относятся к моей кандидатуре на выборы, как они оценивают мою работу. И только после этого, все взвесив за и против, я принял решение сегодня выдвинуться. Напомню, по итогам партийного праймера за «Единой Россией» Сергей Коткин победил в предварительном голосовании, набрав 2062 голоса. Его кандидатура была выдвинута для участия в выборах Госдумы Российской Федерации по одномандатному округу на съезде партии. Теперь мне очень важно сформировать ту программу, с которой пойду на выборы. И очень важно в этой программе учесть все чаяния, все пожелания, все проблемы, которые высказывали мне жители округа в ходе предварительного голосования и в ходе встреч. Поэтому сейчас вот вижу свои главные задачи – это формирование той программы, с которой пойду на выборы. Голосование на выборах депутатов Госдумы 8-го созыва по Ненецкому одномандатному избирательному округу номер 221 начнется 17 сентября и завершится в единый день голосования 19 сентября 2021 года. 15 июля 1929 года на карте страны появилась новая административно-территориальная единица Ненецкий национальный округ. С 1977 года Ненецкий автономный округ. Территория региона – это более 176 тысяч квадратных километров, где проживают немногим более 44 тысяч человек, более половины из которых городские жители. Наринмар стал административным центром региона только в 1932 году. До этого первой столицей округа было село Тельвиска. Александра Литкова продолжит. За 92 года существования Ненецкий автономный округ прошел большой путь. У истоков образования национальной автономии стоял Иван Павлович Выучейский. Педагог, государственный и общественный деятель входил в состав комиссии по организации нового субъекта. Именно ему было поручено, так как он был первым учителем среди немцев, именно ему было поручено образование школ, культурных учреждений, такие, например, очень уникальные, как Красные чумы, избы читальней, а также образование колхозов и совхозов. То есть именно вот этими вопросами он и занимался. И все, кто его помнит, говорят о том, что именно Иван Павлович Выучейский был очень грамотным человеком, грамотным и очень справедливым. Первой столицей тогда еще Ненецкого национального округа стало старинное село Тельвиска. Лишь в 1932 году административный центр перенесли в Белощелье, будущий Нарьенмар. В первую очередь это было связано с доступностью морских и речных перевозок. Эта морская пресса была на Мусу, в конце улицы Набережной. А улица Набережная – это сейчас улица Первомайская. И относится эта территория к тому времени, относилась сейчас на сегодняшний момент к Нарьенмарскому морскому речному порту. А именно в этом месте фарватер позволял подходить морскими речным судам. Именно здесь, в поселочке Белощелье, сходились конечные пути морских и речных сообщений. Отсюда шел на экспорт Печорский лес. В 20-х годах прошлого века в Тельвиске были образованы первый на севере кооператив «Кочевник» и первая церковно-приходская школа. Здесь же базировались все учреждения округа, а население составляло 200 человек. Нина Чуркина – уроженка Тельвиске, всю жизнь прожила в родном селе. О том, чем жили тогда, ей много рассказывали родители. Жили люди трудно, но как раз округ образовался. Здесь был первый съезд, немцы был. В нашем доме даже была типография, была в одной комнатке. Здесь первый выпуск газеты, здесь тоже в Тельвиске был. Так, Тельвиск – это вообще-то, как он называется, столица округа. Так что она на слуху всегда была. Сегодня социально-культурный центр «Села Престиж» является площадкой для различных межмуниципальных праздников. Неудивительно, что Тельвиска, пусть и неофициально, носит звание культурной столицы региона. Известный деятель культуры Ненецкого округа и автор песен Татьяна Сидейская посвятила этому небольшому северному поселению две песни. И всегда с большим удовольствием приезжает сюда выступать. Ну, если взять другие, может быть, населенные пункты, я так-то проехала по всем уже, то, наверное, это считается самой такой культурной. Здесь все учитывается, и исторические какие-то, и государственные праздники, и муниципальные, и такие народные праздники. Здесь очень хорошо охват жителей всех, начиная с Мала до Велика, так скажем. Сегодня Тельвиска – это развивающийся и перспективный населенный пункт Ненецкого округа с населением 600 человек. Село является центром муниципального образования, куда входят еще две деревни – Макарова и Устье. С каждым годом в селе растет строительство как частного сектора, так и многоквартирных домов. Благоустраивается территория. Этот летний сезон для муниципального образования не станет исключением. В текущем сезоне у нас именно на территории сельского поселения запланированы работы по сносу ветких аварийных домов. Это у нас будет снесено четыре дома. Один в Тельвиске многоквартирный, 12-ти квартирный, и три дома в деревне Макарова. Помимо этого у нас планируется ремонт за счет денежных средств, выделенных от Заполярного района, ремонт технологического проезда между населенными пунктами Тельвиска и Устье. Участок 140 метров. Также мы в этом году участвовали в проектах по инициативному бюджетированию. Ожидаем доведение денежных средств по двум проектам, в результате которых у нас будет благоустроена территория как в селе Тельвиска, и будут отремонтированы тротуары в деревне Макарова. Помимо этого, за счет средств Заполярного района выделены денежные средства на обустройство травмобезопасных покрытий пяти детских площадок на территории села Тельвиска. Александра Литкова, Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север. В день рождения Ненецкого автономного округа к его жителям обратился глава региона Юрий Бездудный. Дорогие друзья, нашему округу исполняется 92 года. История его становления – это летопись освоения арктических территорий. Это геологические экспедиции. Их возглавляли сильные и мужественные люди. И не случайно их именами сейчас названы месторождения. Это необыкновенная, удивительная природа. Она наградила наш округ не только нефтью и газом. Реки и озера, в которых водятся ценные породы рыб. Бескрайние просторы тундры, на которые кормятся десятки тысяч оленей, которые дают жизнь тем, кто традиционно качует. Наш округ развивается, строятся новые дома, детские сады, школы, осваиваются месторождения. Но самое главное богатство – это люди. Все те, кто живет здесь, кто любит наш округ и трудится на его благо. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, тепла и уюта в ваших домах. Уверенности в завтрашнем дне. А нашему округу – процветание. С праздником, с днем рождения округа. В связи с изменением климата на территории Ненецкого округа появляются хищные птицы, которые занесены в Красную книгу. Арктические условия не совсем подходят для их привычного гнездования. Поэтому на помощь приходят люди. Сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды по распоряжению Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого автономного округа соорудили 10 гнездовий для орлана-белохвоста, сапсана и кречета и других крупных птиц. У этих редких хищников достаточно большие и тяжелые гнезда, которые располагаются на большой высоте. В тундре нет высоких деревьев, поэтому они гнездятся на заброшенных геодезических вышках, что прежде всего небезопасно для самих птиц, так как состояние строения уже достаточно плачевное. В этом году было закуплено 10 гнездовий, ну и соответственно мы их установили на одной из особо охраняемых природных территорий. Пока мы несколько дней их устанавливали, то есть над одним из гнездовий уже летали птицы, присматривали. Уж поселиться, не поселиться сложно сказать, но как бы приятно осознавать, что они там создадут семью. Ну а вообще в целом, конечно, этот вид, ну во-первых, красивые птицы, во-вторых, охраняемые, ну и в-третьих, надо их оберегать и воспроизводить. Решение о сооружении гнездовий было принято в рамках мероприятий по организации и воспроизводству редких краснокнижных птиц. В Ненецком округе стартовала акция «Нашим рекам и озерам. Чистые берега», направленная на улучшение экологической обстановки на территории региона. Съемочная группа телеканала «Север» пообщалась на месте событий с участниками акции. Подробности в следующем сюжете. 15 июля в день рождения Ненецкого округа был дан старт ежегодной акции «Нашим рекам и озерам. Чистые берега». Ее участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега водоемов от грязи, мусора, а также отходов производства и потребления. «Сегодняшнюю акцию я воспринимаю как наш подарок дню рождения округа. Сегодня 92 года. Пользуюсь случаем поздравляю всех жителей, всех своих земляков с этой замечательной датой, пусть и не круглой. И считаю, что очень добрая и хорошая традиция собираться в этот день и прибирать свою родную территорию, свой родной город, приводить в порядок, чистить его от мусора. И поэтому с огромным удовольствием откликнулась на предложение принять участие в сегодняшнем экологическом десанте». Печора-матушка Печора-кормилица. Именно с таким уважением и любовью издавна относились к реке Печоре люди, живущие на ее берегах. «Вообще у нас есть такая сказительница Ремьяна Голубкова, у которой есть очень хорошая книга, называется «Река Печора». Так вот, мы предлагаем установить день реки Печора, чтобы он был общий окружным, чтобы он касался всех рек нашего Ненинского автономного округа, чтобы мы могли в этот день думать об этой реке, заботиться о реке. Это наша кормилица. Отсюда пошел наш Ненинский автономный округ именно от реки Печора. И мы должны о ней заботиться, очищать ее берега в первую очередь». Жители Ненинского автономного округа традиционно принимают участие в экологической акции. Так, в 2020 году на уборку водных объектов вышли 997 добровольцев. Они очистили порядка 68 километров берега и собрали 1077 мешков отходов. По итогам проведенной в 2020 году акции Ненинский округ занял 17 место из 85 субъектов Российской Федерации по доле участников экодесанта. В экологических акциях активное участие принимает молодежь. «Вообще прекрасная акция. Субботник в честь дня основания округа. Мы прибираемся на берегу реки Печора, не первый раз принимая участие в этой акции. В целом всем бы советовал. Чем больше народу, тем меньше мусора. Чем чище, тем лучше жить. Чище природа, чище сам человек». К акции присоединяются организации и предприятия округа. Мероприятие по уборке береговой полосы от мусора в этом году будет проходить с 16 июля до середины сентября. Всероссийская экологическая акция «Нашим рекам и озерам. Чистые берега» проводится с 2014 года. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин. Телеканал «Север». Кочевой детский сад – проект, реализуемый в округе, сколь уникален в целом для России, столь и привычен для оленеводов – кочевников Ненецкой тундры. Этим летом детский сад будет кочевать вместе с двумя бригадами общины Канин. Курс подготовки к школе без отрыва от кочующих родителей пройдет в августе. Кочевой детский сад будут посещать порядка 10 детей из двух оленеводческих бригад Ненецкой общины Канин. В образовательную программу входят занятия по речевому, познавательному, социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию. А также занятия по физическому воспитанию. С детьми в тундре будут работать два педагога из НИСИ, которые с имуществом кочевого детского сада в период перекочевок будут перемещаться вместе с оленеводческими бригадами. Как сообщили в Комитете по национальной политике и делам коренных малочисленных народов Севера Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа, контракт на оказание услуг по организации кочевого детского сада в оленеводческих хозяйствах округа будет заключен с индивидуальным предпринимателем. Согласно условиям контракта, подрядчику помимо организации транспортных услуг и содержания педагогов необходимо приобрести учебное пособие, литературу, спортивный инвентарь, обучающие игры и другую необходимую для занятий атрибутику. Финансирование проекта «Кочевой детский сад» осуществляется в рамках окружной государственной программы сохранения и развития коренных малочисленных народов НАО. В 2021 году на проект по реализации образовательных программ для кочевников окружным бюджетом предусмотрено порядка 620 тысяч рублей. Проект «Кочевой детский сад» реализуется в Ненецком автономном округе с 2016 года. Начало обучения, как правило, начинается сразу после празднования Дня Оленя. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.